Если до сих пор первой темой большинства пресс-конференций была безопасность в Европе в связи с украинским кризисом, оборона Эстонии и внутренняя безопасность, то теперь нельзя откладывать решение экономических проблем. Возвращение к финансовой дисциплине требует как европейские институты, так и экономическая логика. В бюджете будущего года зияет дыра, измеряющаяся сотнями миллионов евро, а затянувшееся оживление эстонской экономики вынуждает срочно принять малопопулярные меры. Но при этом надо смотреть в будущее. В 2028 году в ЕС начинается новый бюджетный долгосрочный период, и к июне следующего года Европейская комиссия представит свое видение приоритетов. Нас ждут непростые времена. К 2025 году мы внесем взнос объемом в 4,3 миллиарда. К концу 2029-го наш взнос вырастет до 6,9 миллиардов евро. Если ранее на одно уложенное евро мы получали 3,9 дотации, то уже теперь лишь 2,44 евро. Естественно, для нас важной темой является выравнивание пособий для сельского хозяйства, чтобы наши селяне работали в условиях равной конкуренции. Различные транспортные соединения, рейлболтик, энергомосты для повышения надежности энергоснабжения, дигитальные магистрали. А также гибкость в распределении пособий на 7 лет в период с 2028 года. Мы должны быть готовыми противостоять кризисам. Для этого надо также уменьшить бюрократию. С каждым годом наша экономика растет, и мы будем получать меньше пособий. Мы ожидаем, что сокращение их не будет очень резким, и сохранится подушка безопасности для развития экономики. И Минстерные и Министерства экономики работают над поисками новых рынков и инвестиций. Но украинский кризис в особенности и новая геополитическая реальность заставляет европейские страны задумываться над тем, откуда приходят товары и деньги. Тот же Китай становится одним из самых весомых игроков на мировой экономической арене. Поэтому ЕС стал щепетильнее относиться к источникам инвестиций. Страны ЕС вводят определенные нормы и ограничения, но их было бы хорошо унифицировать. Именно поэтому правительство уже одобрило эстонские приоритеты. Мы должны следить за тем, чтобы предприятия, и особенно это касается стратегических сфер, то есть энергетика, телекоммуникация, определенные инвестиции в СМИ, чтобы они были из стран, которые работают по тем же принципам, как мы и привыкли. Рыночная экономика, правовое государство, демократия. Если же возвращаться к европейскому бюджету, то первым пунктом стоит укрепление обороноспособности и продолжение помощи Украине. Следом идет развитие инфраструктурных проектов и трансграничных энергетических связей, а также укрепление границ Евросоюза. С учетом общего уменьшения выделяемых субсидий, особенно важным становится справедливое распределение средств из фонда сплочения с учетом специфических региональных потребностей. Такая политика должна стать более гибкой, поддерживать климатические цели, биоразнообразие, также обеспечение снабжения едой и развитие регионов. Михаил Владиславов, Петр Рыровайн, Новости Таллина.